Все знать невозможно, но и жажду знаний утолить нельзя. Не на все вопросы нашлись ответы, но и поиск еще не закончен. Все важное и новое из мира науки. Программе Теория Всего. Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете программу Теория Всего. Меня зовут Алексей Гусев, и здесь мы говорим обо всем важном и актуальном в мире науки. Это очередная программа, которая выходит в записи, и нахожусь я сейчас в Москве, что совершенно не случайно. Сегодня мы будем говорить о том, что происходит с языком, как с подвижной и изменяющейся структурой, и как она изменяется, когда попадает в новую среду, например, в среду интернета. И чтобы это сделать, я нахожусь в гостях у Максима Крангауза. Добрый день. Добрый день. Вы являетесь заведующим Центра социолингвистики Российской Академии Народного Хозяйства Государственной Службы. Да. И сейчас хочу заметить, мы находимся с вами тоже в довольно интересной прагматической языковой ситуации, которой, мне кажется, тоже стоит коснуться. То есть, вроде бы, с одной стороны, мы должны учитывать некоторого слушателя, который находится вне наших рамок того, что мы осязаем, и даже вне прямого эфира, потому что ситуация прямого эфира, когда вроде бы слушатель, он присутствует все-таки, хотя мы не можем это ощутить, это тоже нечто другое. Вот как меняется язык в зависимости от этих прагматических ситуаций? Меняется очень сильно, и английцы называют это переключением регистра. Вот мы только что, до того, как вы включили диктофон, разговаривали тихо-мерно, как нормальные люди. А как только диктофон включается, происходит переключение регистра, и вы уже вещаете, как ведущий радиопрограмм. Что касается присутствия в студии, скажем, и дома, то это тоже, конечно, влияет на способ говорения, поэтому все мы владеем, на самом деле, многими языками. Даже если мы говорим о русском, то мы владеем разными русскими. И вот умение правильно переключаться, правильно выбирать регистр, это, может быть, самое главное языковое умение человека. Так что, безусловно, мы подстраиваемся под ситуацию. А что касается слушателей, то регисты даже иногда различают два термина, адресат и слушатель. И адресат, в данном случае, вы, то есть я непосредственно обращаюсь к вам и отвечаю на ваши вопросы, но все время имею в виду, что меня слушает еще кто-то. В данном случае, вот такой потенциальный слушатель, который, надеюсь, услышит меня через некоторое время. И я в большей даже степени, может быть, ориентируюсь на него, а не на прямого адресата. Значит, в любом случае, когда мы используем язык как некий инструмент, мы должны учитывать некоторые обстоятельства и некоторую среду, в которой разворачивается это действие. Мы его настраиваем на условия коммуникации, ну и можно включать или не включать, на собеседников, на слушателей, на участников этой коммуникации. Без настройки это уходит никуда. И говоря о том, когда в наш с вами мир вошли современные высокие технологии, видимо, вместе с ними и вошли совершенно новые языковые ситуации. Да, да. Фактически можно сказать, что возникла новая сфера коммуникации. И мы все наблюдаем то, как сфера коммуникации меняет язык. Потому что это ведь не только с русским языком происходит. Это происходит со всеми языками, активно присутствующими в интернете. Но, прежде всего, с большими языками. И надо сказать, что есть некоторые очень похожие изменения. Ну, например, игровая стихия захватила языки. В интернете она присутствует постоянно. И все языки в той или иной степени играют сами с собой. Так что это вообще очень интересно. Если чуть-чуть воспалить над происходящим, то можно вспомнить такой великий спор 20-го века лингвистический между формалистами и функционалистами. Что важнее для языка? Система или функция? И сегодняшний день показывает, насколько важна функция. Потому что, когда мы меняем ситуацию, то меняется и система. Это совершенно важно для лингвистов уже с теоретической точки зрения. В чем изменение этой системы на самом таком глобальном уровне? Если брать действительно глобальную ситуацию и описывать ее широкими носками, то, по-видимому, главным является то, что человечество создало некий новый способ коммуникации и новую форму. За тысячелетия используемого языка люди придумывают две формы. Одноустная, начальника даже не ясно, кто ее придумал, но она возникла. А вторая, и это уже очевидно творчество людей, это письменная форма. И традиционно сложилось, что у них разные функции. Устная речь, прежде всего, используется для диалога, для общения, для другого другого. А письменная для того она создавалась, для хранения информации и передачи на большие расстояния. Понятно, что потом человечество придумало другие способы хранения и передачи. Например, запись на диктофонную ленту, на диктофон, и это хранится и передается. Но изначально этого не было. И это речь скорее монологическая. Он написал роман, записал его. Какие-то сообщения, но какие долгие. Даже переписка, скажем, традиционный эпистолиарный жанр, это ведь скорее обмен такими монологами, но связанными друг с другом, но все-таки мы пишем письмо как монолог. А сегодня в интернете появился такой вот странный гибрид. Потому что когда мы присутствуем в так называемых разговорных жанрах интернета, в чатах, на форумах, даже электронная переписка, а теперь, это, конечно, прежде всего, благосфера и сменяющие ее социальные сети, то это вообще бы живой разговор, но средствами письменного языка. И вот это противоречие, диалог, с одной стороны, живой диалог. То есть функция оказывается коммуникативная, а записана буквально в другом. Да, и вот это противоречие очень сильно влияет на саму форму языка. То есть форма уже не то, как записывается, а на структуру языка, которую мы используем, он превращается в устный жанр. То есть по форме это письменная вещь, а по структуре, по композиции, по всему это уже устная речь. И, с одной стороны, вроде письменная речь побеждает, потому что мы все больше пишем. Даже телефон мы используем больше с этим, там, для смс, для переписки, но, по крайней мере, телефон становится и инструментом письменного общения. Но при этом письменная речь приобретает очень важное качество, которое можно назвать устностью. Она становится все более устной по своей структуре. Ну, ведь, наверное, и до появления интернета есть случаи фиксации, письменной фиксации устной речи. То есть, наверное, дело не только в том, что теперь то, как мы говорим, фиксируется на нашем мониторе какого-либо устройства. Что-то должно быть еще? Есть, но это редкие случаи, такие случаи подчеркнутой фиксации. Скажем, писатель фиксирует устную речь, иногда даже искажая по графику. Специально, чтобы передать какие-то диалектные особенности речи человека. Или, мне очень нравится пример, который похож на электронную переписку. То, как школьники в классе обмениваются записочками. В классе нельзя разговаривать. И на листе бумажки пишется некая короткая фраза. Бумажка сворачивается, перебрасывается, дальше пишется предложение. И вообще говоря, получается практически электронное письмо. Но масштабы другие. Мы всегда можем найти какую-то аналогию в прошлом. Но совершенно другие масштабы по количеству переписки и, главное, по ее доступности и публичности. Собственно, после школьной переписки эта бумажка выкидывается и исчезает. А все, что мы написали в интернете, в какой-то форме остается. Ну, не все, наверное, да. Что-то тоже исчезает. Но все-таки это можно наблюдать, исследовать. И мы можем исследовать спустную речь вот в такой странной форме. Ну, поссорились мы с вами на кухне. Разошлись, ну, кто про это знает. Ну, если мы всем расскажем, то да. Но сегодня ты можешь прийти и посмотреть, как люди скандалили. Только с кубом ссорились, если они вовремя это не стерли, то это все сохраняется. Иногда люди, например, дают на себя сами показания. Я помню какие-то случаи, когда после неприятного факта, после такого скандала в интернете люди стирали свои сообщения, потому что они комплиментировали их. И не понимая, по-видимому, что стертая можно восстановить. То есть мы оставляем некоторые зримые следы нашей коммуникации, чего раньше не было. В данном случае, если рассматривать интернет как среду, здесь еще очень интересно образование каких-то новых элементов. Может быть, в первую очередь, лексических. То есть для чего это происходит? Какую функцию они выполняют? Этот интернетовский новояс, для чего он нужен? Лексические просто всегда заметные. Мы всегда их легче находим. Но здесь меня всегда интересуют даже не отдельные слова. Это тоже любопытно. А некие тенденции. Вообще говоря, всегда надо различать две вещи. Некий механизм, который начинает работать в интернете, и результат его действия. Ну, простой пример. Скажем, в русском интернете много аббревиатур нового типа, сокращения. Причем, с моей точки зрения, важен не результат, то есть не конкретные словечки, а то, что работает некий новый механизм. Что я имею в виду? Для русского языка, вообще говоря, характерна аббревиатура. Скажем, в советское время появилось очень много аббревиатур в колхозском самом ЦК КПСС, название, скажем, клуба футбольных ЦСКА. Но это все были аббревиатуры существительные. А вместе с интернетом и с английским языком в русский языках выгнули новые аббревиатуры. Ну, я приведу пример сначала заимствованной аббревиатурой по моему скромному мнению. Но тут мы даже не обязательно знаем использовать аббревиатуру, не обязательно понимаем, что это аббревиатура. Это некая заимствованная цельная словечка. Сначала писалось, может быть, прописными латинскими буквами, сейчас все пишутся маленькими строчными русскими буквами. Ну, вот нечто заимствовали, используем таким образом. Но вообще идея, что аббревиатура может выражать целую фразу, она для русского языка не вполне привычна. А сегодня привелось очень много такого рода аббревиатуры. Например, самое смешное, на мой взгляд, аббревиатура ТТТ. Это фу-фу-фу. То есть мы таким образом начинаем общаться, загоняя в аббревиатуры, загоняя в исключение целых фраз. В русском языке тоже можно найти какие-то аналогии, но довольно редко. Самая, по-моему, яркая аналогия, это знаменитая ЕБЖ Льва Толстого. Он так заканчивал дневниковые записи и письма. И это означало «Если будем живы». Он тоже загонял целую фразу туда. Толстой, кстати, любил играть с аббревиатурами и с самим процессом сокращения у него объяснения в любви. В Анне Карениной построены на такой игре, когда говорится только первая буква, фраза. Вот этот механизм заработал. Сами его результаты не очень значительные. Я назвал вам одну аббревиатуру, могу назвать еще несколько, но они, скорее всего, неизвестны. А механизм работает, порождая все новые и новые словечки. Вот это, мне кажется, очень важно, что интернет заставил заработать некоторые, ну, не вполне новые, потому что каждый раз мы действительно можем что-то в прошлом найти похожее, но заставил заработать эти механизмы в совершенно другом количественном масштабе. А в данном случае получается, как вы упомянули немного выше, что этот принцип был заимствован из англоязычной, это тоже разговорная речь. То есть вообще в интернете, благодаря нему, очень многое заимствуется именно из английского языка. То есть и наш язык, он выступает в роли последующего, получается? Да, к сожалению, да, потому что сегодня влияние английского на все языки очевидно, и заимствование – это один из видов такого влияния. Но, например, не только из английского, некоторые неожиданные заимствования, из японского, скажем, в последние годы популярно славичка «няшка», «няшний», сейчас оно даже приобрело как бы вторую жизнь. Вот это все становится сразу нервными. Это заимствование из японского, потому что это звук «ня», это соответствует мурлыкам и кошке, там, мелукам и кошке. То есть это что-то милое, мелучищее. Но оно настолько русское по форме, кажется, что даже нет корня, а есть сплошной суффикс. И оно легко вошло в русский язык, а другие заимствования из японского – это ведь откуда пришло из сообщества в длительной аниме. Но какое-нибудь похожее по значению слово «кавайный» оно не стало общеприметным и общеизвестным. А вот «няшка», «няшный» вошло в общую интернет-речию. То есть это тоже, наверное, некий механизм того, насколько успешным может быть то или иное жаргонное, локальное слово, которое используется в узкой среде, но каковы его шансы стать востребованным в массовом потреблении? Одним из важнейших критериев является его обрусевание, если хотите, то есть то, как оно превращается в русское словечко. И русский язык вообще любит осваивать, одомашнивать заимствования, в том числе английский, ну, тривиальный какой-нибудь пример, абсолютно английское слово «окей». Но в русском сразу появляется какой-нибудь «окейшки», и мы уже чувствуем, что это русское словечко, а не английское. Более того, естественно, что там американские или англичане уже его не поймут как свое. Напоминаю, вы слушаете программу «Теория всего», и мы сегодня разговариваем с доктором филологических наук профессором Максимом Крангалзом. Кстати, вы употребили тоже термин «интернет-мем», и слово «мем», а вот относительно него мне тоже очень интересно, оно же тоже является заимствованным, и с одной стороны является довольно строгим термином, а с другой стороны ведет такую свою обособленную жизнь где-то в сети. Да, ну, термин «мем» ввел популяризатор науки Ричард Докинс предложил этот термин как единицу культурной информации. Но, как часто бывает, термин «зажил» своей жизнью, не предусмотренный создателем, и стал использоваться чуть-чуть другим смыслом, прежде всего для интернет-явлений. Не только для них, но прежде всего для них. Это фразочки, иногда даже это может быть не исковое явление, скажем, картинка или что-то в этом роде, но это действительно некая информация, которая необычайно быстро распространяется в интернете, и интернет, как коммуникативная среда, дает эту возможность мгновенного распространения, и использование в более широком контексте, чем изначально. То есть такое бесконечное цитирование и экспансия в новой коммуникативной области. Те же какие-то известные мемы, самые, может быть, известные мемы Рунета, уже фактически вышедшие в тираж, это «Привет, медведь» или «Я приветка», они завоевывали все больше пространства, потому что они употреблялись не так, как в первоначальной ситуации, но тем самым становились известны всем и как бы пробовали в новой ситуации. Ну вот, медведь заменялся на разные другие столички, оставался «Привет» или что-то еще преобразовывалось. Но вот эта экспансия кразы в чужое пространство и захват этого пространства – это очень важная характеристика интернет-мема. Вы упомянули, что уже некоторые интернет-мемы выходят в тираж, то есть они становятся затертыми и даже те, кто считали, что это очень здорово их использовать, теперь только могут отмахнуться, когда их слышат. То есть мы имеем дело с такой средой, где на самом деле очень много нового, но это новое. С другой стороны, далеко не факт, что приживется, а скорее всего, идет в прошлое через какое-то отряду. Чаще всего, да. У мема есть свои фазы жизни и чаще всего забвение. Но здесь мы видим, что вообще, опять же, если мы будем искать аналогии в прошлом, то мы их найдем. Это так называемые крылатые слова, речевые клише, как они влюбленные часы, влюбленные часы не наблюдают, грибоедовские, ну и так далее, бесконечное количество от каких-нибудь фраз из советских кинофильмов, ловкость рук и никакого мошенства. Иногда источник забывается, иногда помнится, но эти фразы живут века. А мемы живут гораздо более короткую жизнь, но, может быть, более бурную, потому что популярность мема, вот такой взрыв, вот те же названные мемы «Я креветка» и «Переневед» становится популярным буквально за несколько дней. Но они долгожитые, они прожили там 3-5 лет. А некоторые мемы живут неделю, за неделю вспыхивают и гаснут, и больше их никто и не вспоминает. В этом есть еще важное явление, мода, которая в общем языке всегда так или иначе присутствовала, но фактор модности сегодня для словечек, для мемов чрезвычайно важен. Мы опознаем в том числе своего собеседника, который улавливает это, может, тенденция. А вот если он произнесет мем, который месяц назад уже ушел, то значит, он как-то отстает от жизни, на такой кредициал, ну, что с него взять. То есть это еще такой очень важный социо-ингвистический фактор. Мы с помощью мемов устанавливаем насколько собеседник в теме. Кстати, ваша книга называется «Самоучитель албанского». А не устаревший ли мем вы взяли для обложки? Конечно, устаревший, но я попытался все-таки расширить понятие албанского, говоря о том, что был язык подонков, а под албанским я буду понимать, и он ушел уже фактически, а под албанским я все-таки буду понимать вообще бытование русского языка в интернете, то есть в том числе и новые особенности, которые появляются все время. То есть вот мода на язык подонков прошла, появилась мода на какие-то сентиментальные словечки, печенька, печалька, ванилька и так далее. Девушки какие-то сентиментальные своим плечиком подвинули хулиганов и фактически их задвинули в угол. Но уже сходит это мода и появляется что-то еще. Вот я говорю, что есть мемы-словечки, которые живут буквально несколько дней. Но они остаются как такие макеры, показатели какого-то события. И это событие вспоминается в том числе по этим мемам. Ну, можно вспомнить какие-нибудь мемы однословные, например, из последних лет. Слово «депардировать» появилось в связи с тем, что французский актер-депардер просил, ну, не убежище, просил... И получил гражданство. И получил гражданство. Успешно. Возник такое слово, мем, который, конечно, еще никак не используется. Я никогда не произнесу фразу, включив в нее это слово. Но вот как такой ерунчок, напоминающий мне об этом событии, это остается. Потому что иначе бы, конечно, это событие забылось. В данном случае в чем больше интерес у лингвистов, которые занимаются сферой интернет-общения? То есть следить за некоторым мейнстримом и фиксировать его? Или углубляться в какие-то локальные сообщества, где вырабатывается свой такой определенный язык, который, может быть, даже не станет известен широкому кругу? Зачем здесь интереснее и перспективнее следить? Ну, это разные лингвистические задачи. Лингвисты разнообразны, как и все люди, и могут заниматься тем, чем хотят. Поэтому я не могу давать строгие указания, чем интересно заниматься, а чем нет. Но мне интересно заниматься словами, которые зарождаются, скорее всего, в каком-то сообществе или их придумывает какой-то человек. Но дальше они вырываются на простор и становятся известны всем. Я приводил пример из жаргона фанатов японского аниме. Там много разных словечек. Можно описывать от жаргона, только полная лингвистическая задача. Но мне интересен механизм, вдруг помечающий одно словечко, вырывающий его из этого жаргона и дарящего это слово всем любителям интернета. Потому что понятно, что как-нибудь слово «ми-ми», «няшный» или другие слова возникают в очень локальных местах, в очень локальных коммуникативных сферах. А дальше почему-то именно они вырываются в общее пространство, становятся модными и какое-то время используются всеми, а не только членами этих сообществ. Вот этот механизм чрезвычайно интересен. И я пытаюсь изучать те слова, которые используются всеми. Хотя какие-то исследования мне тоже казалось любопытным провести. В частности, я в своей книжке «Самучитель Албанского» описал, ну не очень подробно, но описал два таких очень узких жаргона. Один связанный с специфическим сайтом таким хулиганским сайтом «Упячка». И второе это, наверное, называют мамским языком, это язык сайтов беременных женщин или молодых мам. Тоже довольно специфическая вещь, вызывающая бурые эмоции у других жителей интернета. Вы сказали, что интересно следить за этим механизмом, и частично выше вы уже сказали, что является составляющей этого механизма. Во-первых, слово должно все-таки как-то больше походить на русское, и у него больше шансов на успех, если оно соответствует тому, что мы уже потребляем сейчас, если оно органично входит. А какие еще составляющие этого механизма есть? Если мы говорим не о словах, а о мемах, то мем должен, так сказать, выпадать из обыденности. Мем, как правило, странен. То есть, когда мы сталкиваемся с каким-то мемом, то он приковывает наше внимание, хотя бы на недолгий период времени, но мы смотрим, какая странная штука. Давайте возьмем известный мир «Привет, медведь». Это же картинка, где медведь застает влюбленных в неприличной позе, и вообще, говоря, это картинка американского художника, и медведь произносит фразу «супрайз». Довольно уместно в этой ситуации. Почему-то русский модификатор этой картинки вместо фразы «супрайз», в общем, довольно уместной в этой ситуации, ввел слово «привет». И эта картинка стала сразу такой ошарашивающей. Что такое неприличная поза «странный медведь» еще приносит дурацкую фразу. Это все заставляет споткнуться об эту картинку, а дальше начинает действовать или не действовать механизм воспроизведения. Хорошо бы, чтобы эта фраза повторялась в определенных ситуациях. Иногда даже на этом же сайте начинается диалог с игрой в эту фразу. Повтор очень важен, причем повтор игровой, не тупой повтор, привет, привет, привет. А какая-то игра сразу заставляет слушателей запомнить эту фразу и воспроизводить дальше. И есть еще менее общие закономерности, но тоже важные. Многие мемы напоминают стихотворные строчки, или по крайней мере могут быть ритмизированы. Я в книжке показал, как стал мемом уже забытая фраза «Мопед не мой», я просто разнестил объяву. Изначально там был не мопед, не мотероллер, был сбой системы, который заставил повторить сообщение несколько раз, и мотероллер изменился на мопед, потому что стихотворный размер появился и так далее. То есть мы видим, как фраза обтачивается в процессе становления мемом. Но мне кажется, что это очень важный прием, и мы видим, как можно делать мемы. Кстати, вообще говоря, в интернете появились такие лаборатории мемов, но далеко не обязательно успешные. мы можем назвать несколько сайтов, где действительно сознательно конструируют мемы. Это ведь важно не только в качестве игры, но важно и в качестве, скажем, подвижения товара. Рекламщики очень заинтересованы в том, чтобы придумывать именно мемы слогана рекламы, они фактически должны иметь это же свойство. Говоря еще о том, что происходит с языком в интернете, нельзя не отметить, это, по-моему, очевидно, что даже если возьмем русский язык, то стираются некоторые региональные разграничения. То есть, если раньше мы могли сказать, что мы в Латвии и вы в России говорим на немного разных русских языках, то теперь вот это самое частотное, самое модное употребление для нас становится общим, потому что мы находимся в едином коммуникационном пространстве. Не так ли? Не так и не так, потому что в интернете одновременно действуют две противоположные тенденции. Тенденция центробежная и центростриентная. С одной стороны, есть много разных сообществ, есть много разных региональных сообществ носителей русского языка, и язык этих сообществ может довольно сильно различаться. Мы уже говорили о жаргонах, но региональные языки тоже чрезвычайно важная вещь, и совершенно очевидно, что, скажем, русский язык в Латвии, русский язык в Эстонии существует по особым законам, в том числе под влиянием государственных языков. Я боюсь ошибиться, но, скажем, в японском языке, в русском языке в Эстонии есть какие-то слова типа кюльмовато, прохладно, потому что берется эстонский корень и обрастает. По-моему, в Латвии есть русское слово «максать», или вот что-то. Да, есть это «платить». «Платить», да, ну вот, опять, влияние латвического языка на русский. Вообще, тут можно сделать даже более общее замечание, что русский язык силен сутьсями приставками. Мы очень много заимствуем из английского и в таком случае мы видим из других языков, но обрабатываем это своими сутьсями приставками и превращаем в русские слова. Так что появляются какие-то словечки, которые вообще говоря, ну, человеку, живущему в Москве могут быть неизвестны. Но, с другой стороны, мы видим, что некоторые слова действительно прорываются в общее пространство и становятся мгновенно известны повсюду, ну, в Рунете, если мы говорим о русском языке. Вот эти две противоречащие тенденции действуют фактически параллельно. С одной стороны, образуются такие специфические законы и диалекты, даже можно их так назвать, варианты русского языка, а с другой стороны, некоторые важные слова, некоторые важные элементы языка могут проникать повсюду и быть известны всем. Что ж, благодарю вас. Это был Максим Крангаус, доктор филологических наук, профессор, заведующий центром социолингвистики Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Спасибо вам большое. Спасибо. Программа Теория Всего прощается с вами ровно на неделю. На следующей неделе мы продолжим знакомиться с интересными научными изысканиями российских ученых. Меня зовут Алексей Гусев. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова